Коллеги ProdExpo 2021 снова в эфире. У нас спикер сегодняшнего бизнес-дня Екатерина Казаринова. Здравствуйте, расскажите, какую тему вы сегодня обозревали. Добрый день. Сегодня я выступала с докладом о том, как строить прогнозы в продажах, когда у нас столько всего происходит вокруг и когда строить прогнозы вообще становится сложно. И рассказывала о том, как работать с ситуациями дефицита, с ситуациями излишков, с ситуацией неликвидов. О том, как это выстроить внутри маленькой компании, маленького магазина, потому что крупные игроки с этим справляются обычно лучше, используя сложные технологии. А вот небольшим компаниям для этого требуется прикладывать часто больше усилий. Расскажите, вы наверняка читаете лекции, плюс наверняка к вам можно тоже обратиться к какому-нибудь начинающему магазину, у которого там буквально три точки, и вы сможете сделать так, чтобы его бизнес все-таки больше процветал, чем нет. С удовольствием отвечу на любой запрос. Коллеги, у меня есть сайт, есть страничка на фейсбуке. Я открытый человек, поэтому публичный человек, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Если смогу, всегда помогу. Новые тенденции как раз показывают то, что предприниматели стали больше понимать плюс эмоциональной и интеллектуальной работы до того, как делать какие-то вещи, там, закупки, постройки и так далее. Насколько вы на себе ощутили, что сейчас люди готовы платить за экспертность, за оценку своего бизнеса для того, чтобы потом избежать проблем? Или все-таки тенденция на то, что человек пока не готов платить за экспертность, и к вам обращаются после набития каких-то шишек? Чаще всего обращаются после того, как что-то где-то не получается, и набили шишки. И я с вами солидарна в плане интеллектуального вклада, когда создаешь магазин как проект, и продумываешь многие слои этого бизнеса, начиная там от ассортиментной матрицы, мерчендайзинга, сервисной составляющей, и видишь его системно, и реализуешь этот как проект цельный, системный, то, конечно, клиент-покупатель обычно откликается на это быстрее, и продуманные проекты работают лучше. Все, что касается автоматизации, то, безусловно, мы все живем уже практически, одной ногой мы в цифровом мире стоим уже твердо, и плюс некоторые законодательные моменты, которые нас подвигнули, даже розницу, которая работает на рынке, тоже развернуться в эту сторону. И сегодня, в ближайшем будущем, уж точно вся розница не сможет работать без автоматизации, поэтому здесь хотелось бы в целом, чтобы те, кто работает даже в небольших компаниях, в маленьких компаниях, свою персональную компетенцию как собственника, как директора бизнеса в рознице, прокачал с точки зрения айтишных технологий, с точки зрения понимания возможностей. С одной стороны, это сложно, с другой стороны, я хочу сказать, что, наверное, я давно в рознице, много-много лет, не буду говорить, сколько, но, наверное, вот за последние лет 5-7 количество решений, в том числе облачных решений, в том числе с очень сложной интеллектуальной нагрузкой, которые раньше себе могли позволить только крупные компании, сегодня это становится все более и более доступно, и в том числе и для небольших игроков. И в этом, наверное, тоже есть свой плюс. Замечательно, спасибо большое. Я надеюсь, что все прислушаются к нашему разговору и поймут, что 7 раз нужно отмерить, потом уже отрезать. Спасибо вам большое. Спасибо.